День церковь, меня зовут Ольга, мне 31 год, вот это мой муж Александр, у нас тоже двое маленьких детей, вообще у нас церковь Александров, знали? Так что если вы Александр, то ваше место точно здесь. И я бы хотела, вообще у меня было свидетельство, но когда я все-таки решила написать, оно превратилось в мини-проповедь. Поэтому я, ну Бог начал наполнять местами Писания, знаете, когда это не просто рассказ, а уже с местами Писания, то я могу сказать, что это уже применимо каждому, наверное, из вас. И вот так вот получилось, что на этой неделе Бог стал такие давать откровения, и все это вокруг Царства Небесного. Поэтому хочу вам поделиться, что произошло за шесть дней, и вот название такое, Царство Небесное в каждом дне. И первое место Писания, помни своего Создателя в дни юности своей, пока не настали тяжелые дни и не приблизились годы, о которых ты скажешь. Я не нахожу в ник удовольствия. Экклесиастам. Вот это да. Вадим, мы занимаемся, мы работаем через интернет, сами на себя, и по сути мы сами себе хозяева, начальники. И, знаете, я стала замечать, что я очень много терплю ударов, ран, и я очень долго выхожу с этого состояния. Конечно, когда случаются какие-то неприятности, Бог нас поддерживает, Он нас утешает, Он дает нам силы, но у каждого по-разному. Вот лично у меня это восстановление, этих ран от одного часа до дня. И я себя ловила на мысли, что, Оля, ничего, все будет хорошо, ты оправишься, завтра будет день лучше. Действительно, ночь прошла, уже хорошее настроение, ты на эту ситуацию смотришь по-другому, и ты начинаешь двигаться обратно, потом бамс, опять тебя либо кто-то предал, либо кто-то за спиной говорит, либо какую-то ложь посеяли, либо сам накосячил. Чаще всего так и бывает. И, короче говоря, опять час проходит, два, три, и только одна мысль тебя тешит, что завтра будет все хорошо. И вот так вот, как на качелях. Ну, мы же бизнесмены, предприниматели, постоянно наступаешь на какие-то новые грабли или на старые, вообще не важно. И вот я поняла, а зачем я буду терпеть эти раны? Вообще, я что, мишень для того, чтобы дьявол до мной издевался? И зародилась во мне такая сверхъестественная мысль, вот правильно, как Мария говорит, вот тоже согласна с ней на все сто, что мы сами Бога, делаем Ему границы воздействия на нас. И вера наша определяется тем, как мы верим, и, вернее, Бог нам дает по нашей вере. И я взяла такую себе дерзновенную мысль, а что, если Бог вступится за меня? А что я должна на себя все эти удары? У меня что, мячик какой-то баскетбольный? И знаете, когда мы что-то допускаем, когда мы со смелостью... Ну, это же хорошее дело стать таким броненосцем, ну, правда? Ну, это же хорошая мысль, я же ничего, не посягаю, не ночью волю. И это только чисто мое отношение. Как меня изменить, как мне самой измениться, чтобы перестать вот эти постоянно терпеть удары и своей такой натурой женственной, уязвимой долго-долго с этого выбираться. И знаете, Бог дал нам такое классное приложение Биббл. Там вот, кто вот знает, о чем я говорю, приложение Холи Биббл. Вот у нас оно есть. Поднимите руку, вот у кого такое есть приложение. Ну, вот все, кто с техникой более-менее дружат, у кого есть телефон, а сейчас, наверное, телефона нету только у Златы, у нашей, есть это приложение, там есть такой план про время, тайм-менеджмент. И там такое... Я когда его начала читать, у меня стали мысли появляться. Во-первых, я должна довериться всемогущему Богу, потому что Он мой защитник. Я хочу его стать учеником настолько, чтобы под его покровом, под его всемогуществом и силе не получать эти удары. Вот просто хочу и все. Ну, вот такая дерзновенная, в то же время вполне оправдумая цель, мечта или мысль. И тут я вспомнила про принцип десятины. Помните такой принцип, когда давай 10% своих финансов, и Бог защитит твои деньги от пожирающего. И у меня прошли параллели, что время и финансы – это ресурсы. И если мы платим 10% Богу, отдаем, мы их как бы отсчитываем и вот отдаем, мы защищаем себя от пожирающего, который приходит и просто вот крадет там. Я помню, как своей однажды очень хорошему другу сказала, побили в машине стекло, раз, пробили в автомобиле колесо. В один момент я дал, и у меня вырвался совет, а вы десятину даете? Ну, потому что это так работает. И что вы думаете? У меня начинает мысль, а сколько это 10% времени, если давать Богу, на то, чтобы Он защищал меня от этих ударов? Потому что я понимаю, что вот то, что меня сбивает, оно не дает мне двигаться, а идей много происходит каждый день. И времени на реабилитацию у меня просто нет. Но еще меня такая мысль удивила. Мы все хотим на один час больше в сутках. Вот кому не хватает времени, вот времени, буквально вот один час. Кому-то выспаться, кому-то дела какие-то доделать, кому-то с детьми провести один час. И я подумала, так местописание есть, что Бог приумножает. 30, 60, 100 грамм. А вдруг, вот его могущество хватит на то, чтобы мое время приумножить. Понимаете, интересно? Я думаю, вот это, как же это сделать так? Я посчитала, что 10% времени это 2,4 часа. Короче, 2,5 часа. Ну так, мы же округляем, мы же не хотим как бы, да, Бога обмануть, не дай Бог. Так вот, я начала размышлять над этим вопросом. А что я получу? Знаете, для того, чтобы поставить какую-то цель, отдавать, если, например, считать день верующего, то, наверное, ну, то или иное время каждый верующий отдает. И, конечно, когда нам хуже, когда нас пинают, мы отдаем больше времени. Но когда нас хорошо, мне кажется, мы меньше отдаем время. Ну, наверное. У меня так было. А что, если в постоянстве отдавать? Но для того, чтобы принять это решение и сделать, надо сильно-сильно понять, зачем. Сильно-сильно. Я начала размышлять. Короче, есть такое местописание. Ищите же прежде всего Царство Божьего и правды его, и это все приложится вам. И я вам скажу, что это местописание, оно меня раньше настораживало, потому что для меня Царство Небесное – это, знаете, вот это возможность, ну, это, вернее, желание Бога, чтобы люди спаслись, и тем самым через людей расширяло Царство Небесное. Ну, все просто, да? Я думаю, ну что ж, я буду всегда ходить, вот листовки раздавать и со всеми молиться. У меня же и дети есть, и муж есть, и бизнес есть, и вообще как бы много всякой ответственности. И я не могу делать только ходить и людям говорить о Царстве Небесном, правильно? И поэтому оно меня настораживало и немножко так огорчало. Но да, но вдруг мне Бог поднимает слово, самое простое, мы его все знаем, как 324 – Отче наш. Сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как и на небе. Вау! Царство Небесное, воля Твоя на земле, как и на небе. И я поняла, чтобы построить Царство Небесное, нужно просто быть всегда в Его воле. А чтобы быть в Его воле, нужно просто каждый день знать, какая Его воля. Все, делай все, что тебе надо, но отдели 2,5 часа самого лучшего времени в самом начале, и ты узнаешь, какая у Него воля. Но это не все. Мне надо знать, зачем, зачем, зачем так сильно, чтобы я потом не смогла от этого отказаться. И для меня это было, конечно, большим таким откровением, вот то, что Царство Небесное – это, по сути, знать Его волю и делать ее. Поэтому я это дело положила в основание. Я поняла, что есть еще одно местописание – «Предай Господу дела Твои и предприятия Твои свершатся». И знаете, когда я читала различные книги по времени, тайм-менеджменту, они пишут, что сначала нужно дела делать важные, а потом нужно делать срочные, но не важные. Не знаю, как у вас, но у меня мозг закипал. Ну как это понять, где важное, где не важное, где срочное, не срочное? Это же надо взять, сесть, написать все свои дела, потом распределить, где важное – срочное, где не важное – не срочное, где важное – срочное, где срочное – но не важное. И я поняла, что моему мозгу не хватит. Но опять же, Бог дальше говорит. Это все рассуждение. Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего во всем просто и без упрегов, и дастся Ему. Ну все, я говорю, Господи, у меня просто других… Даже отмазок не остается, потому что Бог четко говорит. Слушай, если в эти два с половиной часа ты напишешь все свои дела, попросишь у меня мудрости, я тебе скажу, что делать надо, что не надо. Потому что вот эти дела, которые мы можем подумать, оно не важное и не срочное. Не дай Бог, мы его не сделаем, оно как-то выльется нам боком. Ну бывало же такое. Ребенок приходит, давай поиграть. А, это не важно, не срочно, шух. А потом у ребенка травма на всю жизнь. И кто знал? Особенно родители меня очень сильно поймут. Дальше женщины. Ну вот мы утром встаем. Вот мы начинаем что-то делать. И вот каждый раз какие-то мысли. Мама, сестра, ребенок, тому есть не подала, тому сказала что-то грубо, то квартиру не помыла. Короче, женщины всегда найдут, за что переживать, о ком заботиться. И даже если нас об этом не попросили, а мне Бог говорит, все заботы ваши возложи на Него, ибо Он печется о вас. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении, благодарением открывайте свои желания перед Богом. И я просто уже чувствую, что у меня пошли по пунктам действия. Я когда одному брату сказала, что я буду вставать на два с половиной часа раньше, а он спросил, а зачем? Я говорю, вот смотри, вот они пункты, вот они вырисовываются. Почему бы именно вот в это время, в самом начале, не написать, не помолиться, не попросить, не походатайствовать за все, что сегодня болит душа, за то, что переживания. Вот как говорится, сделал дело, гуляй смело. И есть вместо в Библии еще такое, как можно ли человеку обкрадывать Бога, а вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиную, приношением, проклятием. Проклятием вы прокляты, потому что вы, весь народ, обкрадываете меня. Принесите все десятины в домохранилище, чтобы в доме моем было пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савовов. Не открою ли я вас, для вас отверстия небесных, и не изолю ли на вас благословения до избытка. Я для вас запрещу пожирающим истребять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Савовов. И блаженными называть будут вас все народы, потому что вы будете землею вожделенной. Знаете, когда читаешь эти слова, ты понимаешь, что ты просто не имеешь права права на этих два с половиной часа. И, наверное, разницы нету, утром это делать или вечером в течение дня. Но у нас, как верующих, у нас нету права. Может быть, я, конечно, преувеличиваю, но это лично мое откровение, которое я не могу просто никак отмахнуться, оно все равно будет меня преследовать. И я на этом стихе остановилась, и вот я подумала, но если Господь защищает мои финансы, то Он обязан защитить мое время. Ведь я же в это поверила, да, что... А почему бы нет? Вот мы же можем сеять свои финансы в людей, и время сеять можем, значит, и пожать можем, правильно? И время, и финансы. И, значит, законы эти, они работают. Главное только начать. Потому что моя задача была... Вот до этого, может быть, месяц назад, я стала себя ловить, кто у меня жрет время. Безобразие это Фейсбук делал, оказывается. Представляете? Он жрал мое время. Я даже не замечала этого, пока мне муж не сказал, говорит, Оля, ты подвисла. Но вот это было так все, знаете, постепенно. И в чем суть? Тут еще Бог говорит о том, что мало того, что время перестанет съедаться, оно будет эффективно распределяться, так еще Бог обещает, что земля станет вожделенной, то есть я стану землей вожделенной. А что это такое? Это значит, что земля будет живая, как она в Эдеме, когда была, и все полезное будет расти, а все плохое будет уходить. Это все теория. Я вам расскажу, как было на практике. Потому что это потрясающе. От такого предложения я не смогла просто отказаться. Много крутила, всех поставила на дыбы, всем пришлось раньше ложиться спать. Но это того действительно стоило. Я приняла это все верой. И мне было еще, знаете, интересно, а как же Бог будет приумножать мое время? Ведь оно же написано 30-60-100 крат. Представьте, вот один час оставляешь, а в итоге 60 часов. Ну круто же, думаю, как это будет Бог делать? Ну вот я поверила, но вот я не взялась на смелость, знаете, говорить Богу как. Это его задача. Потому что есть такое слово, да, посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плоды. Один в 30, другой в 60 и 100 крат. Короче, есть определенный закон сеяния. 30, 60, 100 крат. Я на этом стояла. Ну и так, моя практика. Это было не сразу. Вернее, это было как раз таки в понедельник. Я даже потом только посчитала, что оказывается, мне Бог с понедельника все начал, как прям в книгах пишут. Я решила просыпаться, буду в 5 утра и буду, короче говоря, до 7.30 вот только заниматься вот этим, что сейчас я вам сказала, на теории. И что в итоге произошло на практике? Встаю я утром, иду на улицу, и мозг такой мне начинает жаловаться, зачем ты это делаешь, тебе это надо, какой Бог? Оля, ложись спать, отдохни, твой организм, ты заболеешь, у тебя будут проблемы. И мне больше ничего не оставалось, как идти молиться духом. То есть я иду, что-то говорю себе, и раз уже через 20 минут я уже начинаю благодарить и понимать, какой чудесный день, как все круто, у меня замечательный муж, у меня дети, у меня папа с мамой живы, слава Богу. И я начинаю своей души уговорить, так, дорогая, ты дочь царя, ты мудрая, здоровая, счастливая, у тебя все получится, вот открывай притч 31 глава, это все ты. Это действительно, вот Бог начинает момента вот это все раскручивать, и ты уже, ну я уже домой возвращаюсь, такая, знаете, уже с собаками со всеми здороваюсь, потому что, ну я их не боюсь, я вообще собак боюсь. Когда собаки идут рядом, я это, а тут Бог так наполняет, что я со всеми уже начинаю с ними общаться, ну то есть это круто, меня уже все собачники знают. Мы в парке гуляем у нас, там на Бризе, приходите погуляем вместе. Ну вот, смотрите, потом вдруг я, значит, я замечаю, что приходит мир Божий, а, потом, когда вот помолишься, да, начинают всплывать люди, и если раньше, я знаете, как надо помолиться, вот там у кого-то проблема, надо помолиться, ты через мозг это пропускаешь, но когда идет вот такое вот постепенное погружение в Бога, и тебя никто не трогает в этот момент, сердце начинает сжиматься, и Бог показывает людей, за которых нужно молиться, и на четвертый или пятый день у меня было такое ощущение, да, вот как приезжала одна женщина, учила на школе молитвы, то есть я прям чувствую боль человека, потом начинаю молиться за маму, у которой больная спина, я чувствую вот боль в спине, да, но я понимаю, что это не моя боль, я начинаю разрушать, молиться, и вот действительно Бог дает вот возможность действовать через наше послушание, ну, по сути, послушание, и когда мы так вот все дело это промолили всех и вся, все становится на свои места, приходит Божий мир, и действительно целый день ты свободен, потому что ты сделал часть своей работы, и ты успокоился, вот, потом, когда я прихожу домой, я сажусь писать дневник, то есть я уже давно поняла, что у меня очень, вот эта механическая работа, она очень разгружает, воздействует, идеи всякие появляются, и я прошу Бога мудрости, написав все свои дела какие-то, Бог тут же начинает давать приоритеты, что надо сделать сейчас, что потом, на следующую неделю отложить, ну, короче говоря, такой порядок наводит, ну, и тут же я начинаю читать Библию, и вообще, как так получается, но вот это написала, тут прочитала, и поняла, как это сделать, и тут же, то есть меня никто не трогает, это основной момент, я никуда не спешу, я никуда не тороплюсь, я это делаю просто для себя, и у меня действительно, я чувствую такой диалог с Библией, с Духом Святым, и все это переписываю на бумаге, короче, два с половиной часа вот такого общения, и у меня даже остается 20 минут на десерт, я включаю какую-то проповедь на Ютубе, либо там христианскую литературу можно почитать, ну, и просто так расслабиться, знаете, чужие мысли почитать о Боге, это тоже, в принципе, разгружает, и Бог дает что-то полезное, и вот за 6 месяцев такого эксперимента, какие я выводы сделала, ну, во-первых, ко мне пришла реальная радость, то есть я успокоилась, я перестала, ну, вот эти вот удары на себе ощущать, знаете, вот даже когда, у меня такое было ощущение, что вот эти все проблемы, они никуда не убрались, в принципе, да, но я на них перестала реагировать, они как будто мимо меня проходят, то есть мы не во всех проблемах должны принимать участие, потому что проблемы, они везде есть, там самолет там случилось, что-то, ну, там обгорело что-то, там еще что-то, но вот действительно погружаясь в Божье слово, в Божье откровение, ну, некогда отвлекаться на то, что там где-то со стороны, на которое ты можешь в лучшем случае только помолиться, я заметила, что стороной реально проходит, я перестала париться, каких-то своих там не получаюсь-то или еще что-то, и если вдруг что-то идет не так, то у меня есть понимание, это Бог, все под контролем, потому что я ему это время отдала, следующее я заметила, что Бог реально стал приумножать мое время, вот помните тот самый такой интересный момент, как, вот я сейчас вам расскажу, как он это сделал, лично на моем примере, значит, я назначаю встречу с человеком, это было вчера, ровно через час, он как раз должен был посмотреть обучение, и мы должны были с ним выйти, пообщаться, но Бог, кроме этого человека, ко мне в этот час направляет другого человека, и за 30 минут, за 30 минут, этот человек узнает все свои ответы на все вопросы, мы закрываем сделку, и он делает заказ, приличный заказ, короче, обычно эту работу я делаю за два дня, минимум, два, семь дней, здесь 30 минут, и у меня ничего не вышло из-под планов, закончилось обучение у моего первого человека, я с ним тоже переговорила по плану, и я сижу и думаю, так, а что такое два дня, это то время, на которое минимум уходит та работа, которую Бог сделал за 30 минут, вы не поверите, это ровно в 96 раз быстрее, чем 30 минут, и вот они 30-60-100 крат, у меня реально мурашки пошли, господи, при самых лучших исчезаниях обстоятельств, я бы это сделала за два дня, ты это сделал за 30 минут, ну разве это не чудо, короче говоря, я вот все думала, вот зачем мне это вам рассказывать, чтобы хвастаться, ну я и так знаю, что я молодец, и то, что я скромная, но сегодня Бог мне, ну когда я готовилась к церкви, выходить уже почти, Бог мне сказал, Оль, ну наверняка в зале появятся люди, которые хочу, поэтому я вам как-то предлагаю, ну есть определенные там, вот я план почитала, там какой-то ролик посмотрела, какие-то вещи, поэтому если у вас есть желание, давайте где-нибудь объединимся в каком-то чатике, там Facebook, или Viber, или WhatsApp, ну что, удобно, удобно, ну и будем друг друга поддерживать, кто во сколько встал, кто проспал, кто там не проспал, я поняла, что Богу не важно даже, ну скажем честно, я еще ни разу не встала в 5 утра, я встала либо в 5.44, либо в 4.23, я не знаю почему, но по плану я еще ни разу не встала, я поставила себе цель 21 день, но 2,5 часа, я вот, это мое решение, и если что-то решил, как говорится, мы делаем то, что мы хотим, да, оно действительно, и этому Богу достаточно, этого, а вот наш организм, нашу плоть, там в нужное время ложись спать, поднимайся, он, ну все со временем придет в норму, нам тоже надо время перестройки, поэтому если вам есть желание, но вы может быть не чувствуете такую силу, сделать это один, давайте объединимся, там дальше будет в объявлениях мой номер телефона и где-нибудь в фейсбук, в вайбере, можем друга поддерживать и делиться мудростью, поэтому я очень сильно прошу Бога мудрости продолжать, чтобы я тут не опозорилась после такого выступления, да, ну что это не я делаю, это Бог делает, и я верю, что это будут большие плоды, потому что, представьте, если каждый верующий будет, ну не будет тупо время тратить на ерунду и будет эффективно всем расприжаться по мудрости Божьей, мы построим Царство Небесное здесь и сейчас, делая то, что мы делаем. Спасибо большое, слава Богу. Спасибо.